теперь начинается длинный разговор про абрикосы он особый разговор у меня своя манера я не буду лишнего говорить но это дело в том что я буду сейчас противопоставлять ведь человек который набрал сотни тысяч просмотров каждый из этих людей теперь считается знает как надо вырастить абрикос это при том что шансов у него даже не 0 потому что он не то что не вырастет он то что уже растет он погубит то есть минус получается давайте пошли посмотрим насколько я правда сколько я не прав а почему сотни тысячи специалистов которые вот подпишутся под этой статье почему многие из них остепенен почему им нельзя верить а почему ведь они же собаку съели а потом то я понял что они собаку то может ели ас абрикосы никто из них не выращивал вот я собаку ел жизнь заставил помните не было это не было мяса вообще там и едем кто под колеса бросился этот барсук а старый из нас старый охотник волк такой взял его быстренько разделал сразу это отделил жир вот котелок сварил ели а куда деваться то вообще есть было нечего помните времена а тут под накинулся под колеса моей машины серии а барсук это же собака вот и получается я тоже собаку съел поехали значит я буду где-то подробненько я хочу чтобы вы четко знали границы всего границы здравосмысл здесь можно было написать границы здравосмысл так прошел час запустите меня забавить забавить кипяточку заварку кто-то звонил так поехали читаю после того как отече и зарубежные селекционеры создали совершенно новый вид северный абрикос который прекрасно растет и плодоносит во многих регионах с коротким летом и холодной зимой это плодовая культура расселилась по любительским садам средней полосы и других центральных северных районов россии честно говоря я потом пытался вычислить какого десятилетия хотя бы принадлежит этот вот именно вот это вот статья где-то середина прошлого века северный абрикос у него было второе название вологодский вот он действительно пошел абрикосы они были вот это испорченная фаина они были даже где-то на треть меньше но прилично вот вологодский абрикос он был очень популярен как северный вид а знаете чем кончилось вот кончилось это тем что он исчез вот как появился как появился внезапно как что-то необычное чудесное прекрасно а вологода это извините волок да как там дальше было короче волокода этого вниз очень и вот получается я пытался потом понять почему и только когда я сам калечу не колесо все прошу про себя мне очень важно эту связь да 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 я вам перезвоню дело в том что я у меня есть такие у меня бывают у меня бывают очень ценные звонки я стараюсь тебя слушаю вас да да здравствуйте здравствуйте это у вас из Омска беспокоят я вот у вас покупала косточки абрикоса персика там вишни сливы вот вот у меня такой вопрос вот 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 сейчас вы не смотрели вебинар? Сейчас нет Жалко Я на даче Вот смотрите, наш разговор записывается Вот, так что имейте ввиду Ну в принципе я сейчас закончу разговор Все-таки Нас много Так, значит весной Как можно раньше пересадить Понимаете, у них корни Почти на улице Я сейчас подсыпаю чуть-чуть землю Чтобы корни спрятать Они не вымерзнут, они же молодые еще Ну для этого есть снег Хотя они не очень У вас в Омске снега больше, чем у меня Вот, мне как раз Звонят и говорят, ну что делать-то Вы же пишите, что надо отгребать Я говорю, отгребайте хотя бы весной Когда снег мокрый А так снег служит защитой Если он сухой, а не опасен Вот эту границу для себя определите Сухой снег, значит он корни защитит А уже весна, что их это? Боятся, что они замерзнут А снег улажный Уже надо отгребать Вот, это я в двух словах коротко Мы же не то что мешаем людям меня слушать Я надеюсь, всем это интересно Я понял, хорошо, спасибо, я понял вас Так, весной как можно Как можно минутку Лучше из лучших Оставляйте без пересадки Вы сказали А у вас много взошло? Да, мне почти все У меня только два выпало А то поеду все взошли Так это же это Так это же уникальный результат Вы сразу монополистом становитесь Значит, из тех, которые растут Глазомером выберите Какие самые лучшие Оставляйте навсегда Пересаживайте на постоянные места Половину кроны долой Корни максимально сохраняйте При пересадке Садите на холмы Про холмы Ну, в общем, что я скажу По-новому все рассказывать Я не могу Это уже сами догоняйте У меня все в курсе, да Вот так уже, да Но не сняли раньше мне еще когда А, ну все тогда Ладно, спасибо за звонок Будем считать, что вы не помешали Всего доброго, спасибо вам Всего доброго, пока Так Значит, звонок был не лишний Так, читаем дальше Значит, про Вологодский абрикос я сказал Как появилась культура Так ее уничтожили своими руками Это значит О выпривании корневой шейки не знали О холмах не знали Вот О том, что любая пересадка пол кроны Долой не выдерживают они Ну, а поэтому пойдем ниже Читаем На юге страны Я почему убедился, что это все старое-старое это На юге страны Абрикосы ежегодно Дают высокие урожаи Вкусных Золотисто-розовых Сладких Кроватых кодов Хотя вот Может и давали когда-то А вот с северными абрикосами Иногда Могут возникать проблемы Значит, давайте так В 1928 году На Восхниле было принято решение Больше абрикосами не заниматься Дальше это стало И есть все-таки Таланты никуда не делись Половина ушла почти в подполье Как великие Вот Были другие специалисты Вот Прекрасные абрикосы Помню Мой друг Бельтяевский Один из Сайногорских униконов Тоже не призваны Одно время им наука Заинтересовалась Но тут Перестройка И все рухнуло А то уже Буквально Своими результатами Уже Настолько Передил науку Что уже ему Кланяться начали Ученые Бельтяевского Адольфа Александровича Ну и с чем Дело кончилось Ой Горе Беда Росли вот так В таком расстоянии Вымахались 4-5 метров Пила Все В этом все кончается А он то где брал Он брал Воровской станции 7 сортов Сорта оказались Великолепные Вы понимаете Но он то их Здесь Поселок Майна Улица Горная Приезжаем Ставим машину Почему Дальше снегу полно Идем в туфельках Наконец Выше-выше Улица Горная Поняли Выше-выше Снега по щиколотку И только когда Снега по колено Это Весною Снега по колено Мы зашли на участок Нарезали Чемко Вот А перед этим Самым Годом Раньше Когда мы зашли туда Там ковром Лежали абрикосы Вот Но там Я уже Разбирался Один ряд Урожайся Невиден Ну вроде как Вот У Бодера Бориса Я вам показывал Вот этот Который шатром Такие же Следующий ряд Чахлые Метр полтора Не растут Вот тогда Я взял руки Рамку Вот тогда Я сказал себе Ничего Все найду Все узнаю Все раскрою Все секреты Вот Вот так и Получился Железом У меня были Такие примеры Выдающихся людей Бодера Бельтяевские Бельтяевские Как-нибудь покажу На фотографии Эту уникуму Но чем Кончилось Ничем А здесь Получилось Следующее Он-то Продвинул На север А на юге Давай разбираться Сучих Нет абрикосов Как так А вот так Я вам потом Покажу Одну из причин Почему нет Но это потом Как я Вычислил А допустим То письмо Лет пять назад На очередном Вебинаре Я это письмо Зачитывал Я живу В районе В Ростовской Области Целый район Ну название района Район размером С Срексимбург Прошу прощения Вот Ко мне Просто так Не ходит Алло Сейчас 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 Продолжение следует... 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 именно абрикосы были высокие урожаи. Однажды случилось, казалось бы, чудо. Это осталось в старых публикациях. Я забыл только 2,5 тысячи или 5 абрикосовых плодов, не этих, а саженцев, булавых саженцев в Санкт-Петербурге. И то ли 5, то ли 2,5, ну, кто помнит, кто меня знает лет 15, те, может, лучше помнят. Вот, то есть или 5 тысяч, или 2,5 тысячи в Крыму. Про все времени следа не осталось. За нами погнали эстонцы. Посадили 10 тысяч. Ах, молодцы! Про все времени одного нет. И главное, что во всех этих историях, друзья, они даже не поняли, они даже не поняли, почему. А доктор наук, фамилию его знает только мои самые близкие, я это, потому что не хочу его позорить. Он толковый мужик, он грамоты. Он сам перешел в любители. Вот с этих. У них там этот самый, закрыли институт. Я понял, он остался сам по себе. Выживает за счет Санксона. Но когда он написал в редакцию крупнейшей газеты «Ваших шестьсоток», помните, я до сих пор обиду оттаю, хотя я не стал с ним разбираться, я мог его достать, потому что сейчас же все друг друга запросто. Вот. Но когда рукописное письмо лежит у меня в архиве, рукописное, когда он обращается к заместителю главного редактора по науке, по миле можно говорить? Он уже давно уволился. А все равно этот язык не поворачивается. А он мне письмо пересылает. Да, нельзя говорить, потому что он совершил такой проступок, как пересыл мне чужое письмо. И там написано, какие черты у железов могут быть абрикосы в Сибири, когда у меня все 18 сортоформ абрикосов выпали до пологлашения. Все. Это значит, он даже не понял. А кто сказал, что у него там на Северо-Западе выпали мои, или я бы там погубил бы. Вот. А может быть и хорошо, я потом покажу, почему вы наставили лучше всех. Он тоже прав. Но, если у тебя местность не позволяет выращиваться, что ты к сибирикам-то пристал? Из-за тебя же перестали меня публиковать. И тебя мог принести величайшую пользу. Видите, он мне старая беда говорит. Вот. И вот получается, человек пишет, ну, для меня ежегодно высокий урожай, я считаю, что время ушло, нет больше никаких ежегодно высокий урожая на юге. Там свои проблемы, эти оттепели, там еще хуже вырастет, то ли, чем у нас. Абсолютно здоровый на вид абрикосовое дерево, цветет весной, но не плодоносит. Да, часто бывает. И каждый год оставляет садовода без ожидаемого урожая. Давайте попробуем разобраться, пишет автор. Давайте. Почему взрослое дерево не приносит плодов? Мне стало интересно, неужели не только я, я всегда считаю, что я один знаю, извините за наглость, смотрите, как я уже наглость. Вот. А неужели он это знает всю правду? А почему тогда у нас абрикосов нет? Стоит только назвать причину всего, хоть у него сотни тысяч просмотров. Причин может быть много. Первый выбор места. Ну что, будем вникать? Одна из основных причин, почему не плодоносит абрикос, неправильно выбранное место посадки и, в первую очередь, отсутствие солнечного освещения. Гадится, принимается. Вот. Не забывайте, абрикос южное растение. Простите, я вам потом покажу ниже фотографию. Абрикосы в Сихоталинских горах. Какое, к чёрту, южное? Поэтому ему необходимо открытое солнце в течение всего святого дня. Кстати, именно абрикос очень пластичный вид. Очень. Он его можно приучить к северу, к югу, к западу, к востоку. Вот. Горам, к низине. Вот. Низина, приморья. Вот. Ну, показывал, вспоминаю. Вот такие вот в основании. Высотой 30 и больше метров. Огромный урожай. Гигантские, небольшие. Мой патриарх рядом с ними, мальчишка. Сорокалетняя. Там больше 100 лет. Помните Бродского? Вот такие вот на унижине. А в горах небольшие. Полость ядовная. Золотом мороза сверхморозостойкий. То есть, абрикос везде приспособится. Главное, ему не мешать. И не говорить, что у него ветки неправильные. Вот из-за этого, что у него ветки лишние неправильные. Их несколько причин. Но это важнейшее. Итак, он должен купаться в солнечных лучах. Вот. Нельзя садить в низине. Согласен. Близко. Вот согласен. Но вот человек написал 1,8 метра. Я считаю, что тут надо не так писать. Вот. Не ближе. Конечно, не ближе. Но лучше будет 2-3 метра, 4. То есть, принцип такой. Чем дальше от воды, тем больше шансов. Потому что, ну, 1,8. Учерка колодец. А там 2 метра. Ах, считайте, все равно не будет сада. Если даже это. Ну, ладно, не буду придираться. В таких условиях сажайте на искусственные созданные хобники. Казалось бы, муря. Мои соратники, мои единомышленные. А теперь представим себе высоту хобника по 7 метр. Видно меня? А диаметр 1,3. Всего на 40 сантиметров больше. То есть, мы имеем в виду вот такой вот. А это значит замерзнуть корни. Мыш про север, про северный абрикос. Вот. И получается, что искусственное не получится. Потому что в апреле 1,8 мало. Добавили почти метр. Будет 2,8. Зато корни замерзнут. Что-то тут не то. Тогда я начинаю вспоминать. Майна горы. Щеробушки горы. Айдай горы. Малый кара горы. Большой кара горы. И жеребель горы. Средняя хрутизна. Ну, я вам покажу. Вот такой вот. Я вам потом как-то покажу. Побываем в гостях у Боднера. Ну, вот это все католинский абрикос. Вот. Как видите, может расти везде, где только косточка появляется. Вот эту фотографию мне прислали. Вот. Я использую как учебную. Вот у человека он взял, посадил абрикос. Вот. И придумал такую форму. С одной стороны, если бы там... А вдруг там до воды 10 метров. Тогда поднять ее на полметра, как здесь, на 60 сантиметров, можно, нужно. Духом должен быть пологий-пологий. Вот это вот. Понимаете, у человека насчет расти замерзнуть корни. То есть, фактически, вот всех вот, создав вот эту вот, пирамиду Хеопса, вот, усеченную пирамиду Хеопса, а это современно, это кто-то... Ну, кто-то мне прислал. Вот. Видите? Вот он и сделал. Вот, пожалуйста. Но он еще не дотянул до этих цифров. Вот. А у нас люди странные. Если уж гулять, то гулять. Любить так любить. Смотрите. Какой-то странный человек. Я когда боюсь подбирать эпитеты, я их называю странными. Вот. Помните? Доктор, дайте мне справку, что я странный. А то меня все гляди обзывают. Вот примерно так и тут. Вот странный человек. Чего ты лезешь со своей учебой? Ты где в природе такое видел? Ну, ты сходи в лес, ну, найди хоть одну. И тогда сади все. Думать, это все. Внимание. Вот уже похоже. Да что это? Это даже... Ну, примерно, как те цифры старые-старые. Кто-то, может быть, прочитал этого человека. Вот этого вот. Вот. Кто-то взял, снял вот эти размеры. Приказано мятать. Я мячу. Помните, я высоцкал. Приказано вот так садить. Я сажу. Ну, это что, нормально? Самое смешное здесь углубление, чтобы корни, чтобы шею, чтобы человека все равно гнила. Поднять на метр. Но я бы сейчас согласился. Если там действительно полтора-два метра до воды. Пускай так. Ну, размажьте его его. Вот я размазал. Вот размазьте. Вот это мой абрикос. Один из самых старых. Ну, вот же она. Вот. Размазьте. Все настолько естественно, да? Вот что во время дождей вода не растекается уж сильно. Ну, вы представляете, как его поливать, тогда поливать, поливать. Вот этот жарок, вот этот холл мгновенно весь высыхает. Мгновенно. А там корни. Вот. То есть, видите, мы только часть статьи разобрали. Уже какие расхождения. Вот это я, к сожалению, не нашел как сенсацию еще пару фотографий. Значит, один из моих учеников. Он в Подмосковье нанялся. И посадил вот эти вот. Это мой академик. Вот он, академик. Вот старый этот, еще, наверное, я продавал. Это мой академик. А вот это я показывал за снимок несколько лет назад. На холм посадил умница. А вот это вот стали северный треугольник. Что-то в этом роде. Вот. Вот видите, назвали северный треугольник. Как бы северный абрикос. Или покупают, думают, что это можно стойки. Потом он мне показывает все лишь фотографии. У меня все это есть. Просто я каждый раз подбирать. Мне очень трудно. Огромное количество. У меня их там уже десятки тысяч. Итак, следующая фотография. На следующем году этот стал мощнее в три раза. А этот умер. То есть здесь стоит сухое дерево. Он его сфотографировал. Еще год. И вот такие академики. Вот такие. Вот такие. Вот на этом моем абрикосе слева. И я считаю, что, да, панацея. Вот такой холм. Но холм не спас некачественный саженец под названием северный треугольник. Северный. Но он не спас. Видите? Итак. Но холм есть холм. Значит, сочетание холм. Сочетание манджирский абрикос. А это под Москвой. А плоды вот такие. Вспоминайте, я вам показывал. Плоды 120 грамм. Вот. Теперь я... Меня очередные соседи вызывают. Это красный хутор. И говорят. Карлол, у меня погиб абрикос. Посмотрел я. Опять посадка в эту долбанную. Я другое слово не подберу. В эту долбанную покрышку. Так. И здесь постоянно включает насос. А что бегать со слабым? Здесь стройка такая бьет. Причем, когда включили насос, эта стройка била прямо в эту. А нет, не в этот бил, не в этот. Следующий снимок. Это тот же участок. Вот, вот, вот. Вот. Тот же участок. Вот. Вон хозяйские ноги. Константин еще дерево гибнет. Вот. Вот здесь вот стройка била прямо вот сюда. Вот сюда. Вот. Видите? Как просто все угробить? Вроде бы автоматизация. Ура, насос включил, все полито. Вот. А вот таких причин и таких следствий миллионы по всей стране. А потом, ну, нет у нас этих деревьев. Все, ну, хоть ты плачешь. Читаем. Все лучше. До всего докопаемся. Читаем. Продолжаем читать ту статью. Доброта. Но небольшое подождение, что я лет 80. Почвы. Вот. На тяжелой кислой почве вырожаево не получите. Абрикосы на железке, орыхлые, прудородные. Все правильно. Беда вы, беда. Откуда вы знаете, какой вас параш? Господи. Вот. Но. Кстати, она добротная. Вот. Значит, кислая надо. Не реализовать. Ну, и пошло. Поехал. Я это пропускаю. Я вас пожалею. Я вам показываю особый случай. Кстати, кто еще не знает. Знакомьтесь, Сирена Александровна Савинич. Вот. Она же на тот момент она еще была. Или аспиранткой первого года. Или еще красный диплом зарабатывала. Рядом с ней Абрикос. То есть, первый год он вырос мне по колено. По синий раз. Он не один такой, тут и полно. Вот. Второй год он вырос мне где-то чуть выше пояса. Вот. И вот это выстрелил. Вот это все. Включая боковые ветки. Это все за один год. Причем еще не вечер, еще не осень. Вот. То есть, он еще и рос, и рос. Вот. Как получилось? Объясняю. Это имеет отношение к почвам. Больше всего проклинают почву. Сами знаете, какое. Глинистую. Действительно, я то, что видел в Подмосковье. Там, в Подмосковье, абрикосов не было. Обшарив. А я ходил несколько лет. Я как бы нарвался на такое. Ну, это как бы мой хлеб. Я нашел одно дерево абрикоса. Больное, несчастное. Взрослое. Штук пять плодов кислючих. А зачем он такой надо? И что интересно, полтора метра штаб, и он был забинтован бинтами. Плотно. Вот. А хозяева не было. Я постоял, почесал, репу и дальше пошел. А у меня случай особый, я специально говорю, потому что это касается очень-очень многих. Сочи касается. Это же Подмосковье. Там много глинистой почвы. Уж я убедился сам. Лучше сам узнать, чем верить. И у меня тут, когда это самое, оказывается, на этом участке, вот такой слой глины. Вот. Именно здесь. Это был прикупленный участок в 15-м году. И тогда я не мог понять. Бегут растет, плохо растет, второй год плохо растет. И только когда пробило. А я задним сомленом, если коробля. Вот. То есть, когда вот это случилось, когда вдруг пошел мощный рост, так я догадался. Когда корни пробили глину. Вот так. А второе, это я уже дотумкался вдогонку. Значит, я видел снимки почвы в разрезе. Вот. Ну, такое противное. А я вижу, что в разрезе попадают часто корни деревьев и корни родственных трав. То есть, они уходят на метр, на два. И что я заметил? Светлая глина, видно? Чистейшая глина. Уже глинистей не бывает. Это уже даже не с углинок, а это вообще стопроцентная глина. Вот. И что я вижу? Корень проходит сквозь нее. И теперь вокруг корня темная-темная почва. Вот, допустим, корень вот такой толщины, да? А вот видно, не видно. Это надо мне не художник. Вот такое корень. Много-много уже вокруг темная почва. То есть, почему она стала темная? Именно там, где корни проходят. Корни, работая, изменили состав почвы. Глина перестала быть глиной. Я сложил 2 плюс 2. Вы знаете, как Мовочку спросили, сколько будет 2х2? 4. Он говорит, нет. Поспорил с учительницей. Представляете? Она говорит, нет, 2х2, 4. Он говорит, нет. А сколько? Он говорит, 3 плюс 1. 4. И скажите, что он не прав. Так и тут. Я сложил 3 плюс 1. Получилось. Значит, первое. Корни пробили насквозь. А второе. Глина не задушила корни, потому что они, походу, вот... Я на всё согласен. Я согласен взять. Но эскалатор тут нельзя. Это надо как археологи. Аккуратнейшая работа. Аккуратнейшая. Небольшими лопатами. Выкапываем, выкапываем, выкапываем. Поголяем корни. Смотрим, вот здесь такая почва. Здесь такая. Вот. Смотрим, как... И прав ли я, чтобы корни перестроили структуру почвы и делая её... Ну, то, что я видел, я выкапывался. Делая её... Сейчас скажу слово. Гранулированной. Вот. Делая её гранулированной. И тогда, оказывается, глина не помешала рыбам за один год вырастить 2,5 метра. Мы потом мерили... Помнишь, Ирина Александровна? Это вот твой брат... Если ты Алёнушка, то брат Иванушка. Я так вас называл. Молодой, серьёзный в очках. Тогда подросток. С линейкой намерил 2,20. Так было? Да ещё не зима. И вот это вот всё мне пришло в голову. 2 года дохли, а потом все они, там их несколько десятков слева, все они погнали у нас. Вот. Скажите, что... А как, короче, рассказать? Если, короче, не поверят. Итак. Что тогда я делаю? Тогда я говорю. Любой советчик... Я не уклоняюсь в сторону. Нет. Видя, что он с дуру купил дом с глины. Вот. Берёт книгу и читает. Выкапывай метр на метр на метр. А одна суперспециалист... Та вообще, я помню, она монахинь заставила делать ямы 2 на 2 на 2. То есть полностью меняя структуру почвы. Но монахиням-то делать нечего. Они же только молятся. Они же не работают нигде. Хотя вряд ли, скорее всего, они так же работают. Так же полы моют. Так же, наверное, есть, готовят. Шьют, стирают наверняка. И вот она этих трудолюбивых монахинь заставила копать 2 на 2 на 2. А обычно пишут 70 на 70, 80, 80, 80, 80 метров на метр на метр. Особенно, чем больше глиня, тем больше яма. А я говорю, нет, ребята. Делаем так. И повторяем вот этот успех. А серьёзные дела, говорю. Итак, я говорю, Андрей, здесь до воды метра восемь. Поэтому здесь малоснежье. Я ему говорю, а здесь садилось слева. А когда абрикос, та же самая яма, то есть хоп, но побольше. Здесь одна тележка. А если бы абрикос, то было бы 3-4 тележки. Вот. Это всё валится на нетронутый дёрн. Вот это и есть мировое открытие. Дёрн нетронутый. Вся структура по нижней части. Вы всё время забываете, что полдерева осьёт под землей. Изгаляется над верхней частью. Изгаляется над нижней частью. Помните, корень и тот умудряется с секатором подровнять, отрезать с отрели корень. И так было. В яму всякого дерьма. Ладно, дерьмо, ладно. Такого минеральных удобрений – это ужас. И всё получается пустая работа. А здесь всё складно. Нижние этажи готовы. Хорошую землю завезли. Да видно же, что она хорошая. Ямку выкопал ровно под размер корня. Всё. Сива тут растёт. Бабарикос был чуть больше. Для чего я это говорю? Представим себе, что там, где его ноги, там глина. Холм делается побольше. Это учёба. Я, по-моему, ещё ничего лишнего не сказал. Холм делается побольше. Ну, может, не такой цвета. Вот. Если там чистая глина, можно вот столько земли. Только не обязательно такой высоты, а обязательно размазать. Пусть объём такой же, но размазанный. Вот-вот. Всё. И тогда, пока она поселится, уже можно не бояться, что замёрзнет. Согласны? А потом это пробьёт, глина пробьёт, куда надеянется. Вот этот момент мы с вами рассмотрели. Климатические факторы. Климат оказывается, огромное влияние оказывается. Влияние неподходящего климата. Вот сейчас пойдёт противоречия. По мнению учёных, северные сорта абрикосов могут хорошо расти и плодать в средней полосе. Какие они северные? Они прекрасно, 30 градусов замерзает, эти северные. Я уже проверял. Итак, где советуют садить статья? На юге Московской области, а на севере почему нельзя? На южном Урале, по Волжье. А по Волжье, я как вспоминаю, а у нас было возле Нижнего Нога, но у нас прямо на уровне почвы было минус 52. Он был уже такой. Я поверил в человеку, чем он мне голову морочил. Итак, юг северо-западного региона. Ну, простите, хочется иметь уже деревья и в Аркангельской области, согласно, и в Мурманской области, и в Карелии. А тут только на юге все, видите? В Южной Сибири. Когда говорят о Южной Сибири, сегодня такие морозы бывают. На Дальнем Востоке, в более северных регионах, абрикос начинает свистеть, но не плодоносит. Вот сейчас поймете, почему я сказал, что статья очень старая. Возвратные весенние заморочки, побьют все свитки, не ошибся. То есть, человек уже нас научил, вот, что только здесь. Дальний Восток большой. Помните, минус 42 Хабаровский, минус 47 Комсомольск на море. Ведь это, это самое, Амур, это же граница с Китаем. И вдруг такие морозы. Теперь, требования к температуре. Внимание, вот к этому мы подошли. Деревья абрикосов способны перевести зимнее понижение до минус 28. И весеннее похолодание до минус 1. То есть, это данное и в 100 лет. Почему? Все когда-то начиналось. Я снимал отдельный фильм. Я полностью прокомментировал статью Байкалова, где начиналось сотен, сотен, сотен деревьев с самых морозыких в мире. Это северные абрикосы. Не северные, а сибирские абрикосы. Маджурские абрикосы. Ну, небольшое количество культурных абрикосов. И все это кончалось с той из 100 мертвых. Помните, начало было какое? Это начало угдения. Так вот, и это было. А здесь почему-то минус 28 и дальше урожаи быть не можем. А я, вы знаете, передал, мягко говоря, продал вот этому товарищу Ваулину. Вот. Закладка промышленной плантации была существована. И он поэтом мои маджурские абрикосы в девнадцатом году. Так. Вот. Ну, подумаешь, что я писал костиками. Ну, это ему не хотелось делиться славой. То есть, саженцы мои были. Вот так бывает. Ну, чисто по-человечески я его понимаю. И так, столько проблем в этой жизни. А тут еще слава делится. Начали плантность на пятый год. Вот. А дальше смотрите, сравнивайте. Итак, ежегодное плантношение, несмотря на зимние морозы, 37 градусов. Запомнили, 37, там есть 28, то есть, на 10 градусов. Теперь, весеннее похолодание минус 1. А мои мазочки, сколько у него выдержали? Минус 7. Еще где-то из других материалов минус 8. И урожай, а молодые деревья, совсем молодые, от 20 до 50 килограмм. Это при том, что у соседей шиш таких же ученых. Вот так бывает. Тогда я сказал себе, ребят, если вы прочтете вот эту статью, а откуда я взял? Веря Владимирович Железов, брат мой родной. А ты виноват, что мы тут сейчас разжеваем. Зачем ты мне эту ссылку прислал? Жили спокойно. А те остальные, кто не участники вебинара, а для них все понятно. Да на кой черт не надо. У нас каждый год все говорят до 40, за 40. Какое же самое это? А у нас 40 за 40 в Хакасской степи каждый год табло на заводе, а завод прям в голой степи. И что вы думаете? Городина 5-10 градусов теплее. Почему нельзя в городской черте вот как у Чернобаева растить? Там никогда 40 не бывает. Там 35 крайне редко. И у него вся роскошь, которая у меня бывает с трудом, но у него все это ломится, ломится. Но тогда мы говорим давайте так. Не надо руки опускать, друзья. Городская черта это миллионы одноэтажных растений этих домов. И приказываем обязательно сад. Обязательно. А там 40 не пахнет. А степь у меня такая же, как в этом жаловании из Хабаровского края. А у вас теплее, у нас все замерзает. А вы хабаровчане, поищите еще другую причину, почему замерзает. Вот. Мои шикарные груши как растут на заводе? Буквы П говодоуправление, оно теплое, от него теплом веет. И там в двух метрах от него я посадил роскошный груш. Красот плодоносит. Кругом степь минус 40, а там плюс 35. Так. Ну, в общем, вы поняли, да? Значит, хотя Ваулин забыл про меня, но я его не забыл. Я его использую. Его данные. Вот. Потому что мой брат попросил меня прокомментировать. Сейчас бы немножко покороче. Неправильный полив. Я уже показывал эти капельные показывал. Вот. Здесь написано так. Этот человек ненастоящий садовод. Почему? Он пишет. Можно сбросить все цветки из-за нета полива. А у меня из-за не заполива получился самый кошмарный, невиданный вообще такой пшель в России никто таких выражаев не видел и не слыхал. Лучше деревья дали по 40 кодер, а еще они все собрали, было и больше. Вот. Вот он не дополил. Причем дикую засуху, а вот из-за перелива да. И вот получается так. Мужик, ты ошибся. Поливать абрикосы регулярно абрикосы абрикосы это страшная ошибка. Лучше вообще не поливать, регулярно абрикосы. Гниют корни, гниют основания штамба, гниют плоды, если не дай бог. Чуть-чуть это у нас было, Александр, вспоминай. У нас было дождливое лето, на дереве висели 100-громовые плоды. А мы еще ходили, я показывал, фотографировали, пробовали. Дерево снимаешь. В этом абрикосе они крупные, огромные. Я показывал. Вот. А там муравьи сидят. Они уже на дерево залезли и уже нектар пьют. Почему? Потому что когда переполив, тогда они еще не падают, а уже трескаются. Вот. И пользуются прямо на дерево. В них сильно много влаги. Вот. А что вот это вот все неправда? Будете думать, поливать, не поливать. Значит, не дай Бог, перестарайтесь. Все. И урожай погубите, если он будет, да и просто дерево погубите. Вот я и написал. При хорошо увлажненной земле новые корни. Сгниют корни, сгниют. Просто с этого момента я дочитал, брат попросил прокомментировать. Я комментирую. Комментирую. Не знаешь ты ни хрена. Вот. Ты же научишь людей деревья губить. А люди жильют, они же не знают, почему погибло. Они потом говорят, замерзло. Сколько болезней придумали. Она же покрывается, прежде чем погибнуть, она покрывается грибами. Грибами. И на этих грибах все валят. И магазин скупают. Я вам еще покажу, сколько надо скупить. И норма. Представляете, у нас в этом году с неба по расписанию идут дожди. По расписанию. Никогда уже такого не помню. Тут ни одной лейки нельзя. Тут уже переживать начинается. Перебор. Я уже переживаю. Вот. Вы бы видели, я показывал это. На земле лежат. Не успели упасть. Я вот с трудом нашел. Фаины. А мне завтра, поседавтра, увидите мой фильм. А я там сгнившие фаины показываю. Вот. Сильно влажные. А абрикосы этого не любят. Какие в черту трилетики? Дальше хуже. Норма по левому увеличит. Конечно, он будет свистеть. Давай догоняй. Еще мы срезговорим. Ладно, я тут. Дерево кредитово всос. Красиво звучит. Только, к сожалению, вы поступили нехорошо. Вы странный человек. Так. Потом самое жуткое. Первая подкормка. Крайней весной. Потом пошло, 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 пошло. Весь магазин скупили. Весь магазин скупили. Весь магазин скупили. Видите, я пропускаю. Это вам считать вредно. Особенно молодняку. Те, кто недавно. Вот. И пошло. И смотрите. И все еще надо. Я всегда. И наконец-то. Я думаю, господи. Когда я увижу вот эту дурь. Итак, литровая банка яичной скорлупы, растолченную муку. Вот. Я прикидывал, кто может хотя бы одну банку собрать, яичной скорлупы, растолченную муку. Я только нескольких тех, может быть, из тысяч, из миллионов. Кто? Директор. Если даст специальное задание, значит, там, наверное, бьются яйца, когда на фабриках, на птицепабликах бьются яйца. Но не могут не биться. Значит, он дает команду все их собрать. И в течение года-двух целую банку, ее же надо развалить, да. Может быть, и соберет целую банку, да. Еще кто? Кто же еще может? Ага. Если крупная столовая, ресторан или кафе, там, где каждый день завозят сотнями, сотнями, сотнями яйца, ну, в качестве одного из ингредиентов будущей пищи, будущей еды, то тот же директор, уже в данном случае кафе, может дать команду, собирать всем коллективом яичную скорлупу, откладывать, а потом кому-то взять ее, растолочь и тоже литровую банку приготовить. Вот, пожалуй, за полгода банку соберет, а остальные, он даже, понимаете, человек даже не знает, почему он не знает, что он делает. А потому что он передрал это. Вы помните, я издевался уже на такой же стадии. Кто-то однажды сказал, только здесь литровая банка, когда был стакан под каждое дерево, три стакана под стакан, через мясной стакан, осенью стакан, летом стакан, а если деревьев 20, умножаем на 60 стаканов, никакой птицефабрики не хватит. Вот эта дурь, вот, она же походу вроде умная звучит, не найдет человек в банке, ну, не найдет, не умрет. Но тут многое из чего, все равно он скупит весь этот, все равно он скупит весь этот самый магазин. Это что вам надо все? Кальция недостаток. Я знаю, недостаток кальция у рогоноса, да, проблема. Доктор, почему вы это? Мне жена извиняется, у меня рога не растут, мне еще конца не хватает. Вот это такой же уровень, но там анекдота здесь. Вот и поехали. Кальций, кальций. Дальше надо бы еще быстрее. А дальше самое страшное. Начинайте формирующую обрезку, произвеженную ярусную схему. Как тебя называть, а? Странный человек. Который знает себя садоводом. Прочный скелет. Каждая рана это снижает прочность скелета. Неужели не заходит? Регулярная обрезка. Но мы это проходили. Если обрезку делать и своевременно, вообще не делать, то плодоносить не будет. Господи, как у меня-то плодоносить? Ну, вы же видели все. Как у меня плодоносить? Если я не буду колесить дерево, плодов не будет. Обрезка – это же колесень. Давайте теперь посмотрим. Итак, за его спиной тот патриарх. Смотрим сюда. Имею ли я право сказать, что этот товарищ, какой бы ни солнце специалист, потому что он просто не прав. Раз он проиграл, сказал, ну, попомни, значит, он у кого-то другого научился. 8 августа. Свежая фотография. Сколько? Год назад было это, да? Да, год назад. Вот он, Андрей. Вот. Он собирает сразу. И 8-го все было собрано. Посмотрите на дереве, сколько абрикосов. На дереве. То есть, в этот день было собрано 10 ведер. Вот. Но это уже он начинал собирать раньше. Видите, за распиной пустое. Иначе они не падали. Просто он уже собрал. Это осередная. И так, 10 ведер. 8-го. 12-го. Опять собираем. И стало еще больше. Посмотрите на ветки. Видите? Как был же на них абрикосы, так и есть. То есть, дерево еще, рожа и не думал, и терять. Итак, 8-го, 12-го. Приходит 15-го. Их еще больше стало. Посмотрите на дерево на ветке. Такое впечатление, что еще ничего не падало. Видите? Впечатляет? Посмотрите, полное ведро. Здесь он собрал ведер 15. В этот раз. Это правда. Потому что, это, их действительно невероятно много. И, то, что вы видите, это примерно половина площади, где они. Почему? Вот тут вот один метр, а они падают еще, еще метр за бор, и падают за забор. Потому что это огромная крона. Вот. Итак, 3. захода. Вот. Это тоже 15-е. Чтобы не считали, что он халтурил и собирал. Вот это вот монетоба на первом плане. Вот он отдельно собрал кучку все монетобы. Почему? Строго. Он очень такой добросовестный. Монетоба он собрал отдельно. Вот она. Вот вверху, видите? Справа вверху. Вот. Вот здесь вот, видите? Вот это монетоба. Вот. Дерево близко, чтобы не путать плоды. Это все очень добросовестно. Потом. Вот. Самое страшное начинается потом. Значит, вот это я почему. Я, так как я не подхожу с секатором, сдувы один раз отрезал. Патриарха. Это было 35 лет назад. Больше не подходил. Вот. Вот к этому дереву. Тут оно лучше видно. Вот он, патриарх. Видите? Так вот. Смотрим, что человек пишет. Правила обрезки. Страшное правило. Поэтому в начале июля обрезки в этой ветке наполовину. Слава и победе. Отвержайте на треть. Вот. Вот это самое страшное. Я уже сто раз говорил. Уже то, что случилось не в апреле, не в мае, а с июня. Пусть даже весь июль, июль, август, иди, август, иди, октябрь. Не успевает вызреть. Вот. А здесь написано. И вот это самое страшное. Правда. Самое страшное. После такой обрезки из пазуха почек растутся в детском и влых побегах. Вот они-то и не вызревают. Можно с вами сотни. Уже третья сотня идет вебинаров и все это проходили. Побыстрее бы надо, да? Вот это у меня второе дерево рекордсмен. Вот. Ему 22 года. Верлев с Украины. Привит от Наванчжури. Только не собственно Ванчжури. А это привит от Наванчжури. Верлев с Украины. Видите? Оно дало больше 40 веков. Ну, было телевидение. Обидно, страшно. Ведь снимали для этого, для федерального телеканала. Они мечтали показывать. А что мы там все сами наговорили? Обрежать не надо. Это не надо. Поливать не надо. Покупать еды, химикаты не надо. Отдать их это. Я вчера включаю эту к телеканалу «Усадьба». Перед ней вот такой ряд флаконов. Она про каждую рассказывает. Купите, купите, купите. Да, я понимаю. На этой рекламе держится телеканал. Иначе он просто умрет с голодом. Ведущий умрет с голодом. Значит, оператор умрет с голодом. Всевышняя группа. Осветители, электрики. Вот. Они все умрут с голодом. Он просто закроется. Меня почему перестали два года показывать? Нет рекламщиков. Мы не можем показать. Мы вас показывали, когда под эту марку кто-то что-то продавал. И теперь весь анагруз как гробил деревья, так и гробит. Добивает, вернее. И вот получается следующее. Видите? 30-го. 26-го. Смотрите. Вот это уже было. А вот это приехало от телевидения. Она снова за 4 дня нападала. Только от телевидения чем не помогло ни нам, ни сайдокольцам. Говорят, показали один раз. Косоверскими два раза. Два кусочка из десятка. Опыление. Рядом сажать как минимум два. Как минимум 20. Ну и уже ладно компромисс. Как минимум 5-6. Два раза их сажать. А если один подмерз? Не тот недосоржен, не этот. Ну это не серьезно. Заболевание вредительное. Ой, Господи, Боже мой. Коран на стволе должны быть чистыми. Вот это страшная ошибка. Знаете почему? Во-первых, на прикосах никогда это не будет. Вот все, что он перечислил по Волжье, северо-запад, Урал, Дальний Восток, Юг Сибири. Все, что он перечислил, везде и всюду кора будет избита морозами. Она будет вся в трещинах. Любое дерево, которое прожило хотя бы 5-10 лет. Любое. Вот. Но потом самое страшное. Я, она уже с потресканной коры будет себя лечить, жить, лечить, жить. Но дело в том, что покоя деревне дают. Вот не дают и все. Начинает их лечить. Помните эти самые щетки эти? Щетка по металлу. Помните? Вот это совершенно чистыми. Повторяю. Сам себя. Это должно быть даже по сулатам. Даже. Значит, кора у дерева должна быть такая, какая она есть. и вылечить невозможно. Абсолютно невозможно. Вмешиваться в жизнь нельзя. Будет лопать, будет сама себе лечить, лопаться, лечить. И так, сколько положено. Любое вмешательство, помните, щетки по металлу. Это страшная вещь. Страшная. А дальше я рассказывал. Мох. Раз. Грибы. Два. Значит, это, как правило, если вы видите на северной стороне, вот, растет мох. Это шуба. Нет, ее надо драть, чтобы мороз проникал внутрь. Вот, даже самое, ну, простой пример. Вот. Лишальники. Заболело дерево, будут лишальники. Не трожьте. Убрал лишальник, оголел корот, опять мороз. Вот. А здесь, получается, без пятен и точек никогда не будет. Но здесь другое, здесь как бы пожелание выражается. Ах, оно все потрескано, сейчас мы его трать будем, и не будет пятен и точек. Вот это страшно. Вот. О том, это пишет автор, о том, как с ними бороться, это вот это все, видите? Вот. Считайте, а оно уже, вот попробуйте сюда влезть, вредители абрикоса и борьба. Это борьба не с ними, это борьба с абрикосом. Это все повторно, вторично. Полезет все туда, потому что, когда нет иммунитета, листья теряют свойства анти, антигенов, что ли. Есть такое понятие лейкоциты. В общем, это если про человека, здесь тоже что-то в этом роде. Укусил, залгоносик, сдох и больше не полез. Боярисы, перилищи, клещи, листоверка, плодожорка, кля. Понимаете? Это же, если бы я не поставил своеобразный рекорд позапозапрошлый год, жуткая, у меня фотография в море, и я фильм снимал, вместе с Савиничем, на самом деле. Вот. Это мокрое, холодное лето, когда это сейчас, вообще страшно было смотреть. Не одного пятнышка, абрикоса. Ни одного долгоносика, пилищика, барищика, плеча, листоверской, плодожорки. Тлини одной не едины. Чего мне сказки-то рассказывать? Ни количество дерева. Постулат железа. Главный враг вредителей, иммунитет. Главный враг, иммунитет, нетронутого апреска дерева. Когда вот это будет битого в голову, тогда у нас Сави появится. И вот смотрите, что получается. Всё это потом я заканчиваю. Потому что вот дальше что-то я, может, новое сказал. Но вот здесь уже попторы. Красный аспироз, значит, манилия, серогнилика, мекоз, плодовая гнижавчина, комедия течения. Особенно страшно, что комедия течения назвали болезнью. Вот это страшно. Но мы это всё проходили. Это всё потом. Ошибка дикая, страшная. Вот. Я вчера был, нет, поздно, поздно вчера был на рынке, а всё, вот я там сюда беру домашнее молоко. Ну, конечно, узнали. Константинович, опять, теперь яблони умирают. Что делать? Чем лечить? И человек ещё сказал, что он какой-то в аптеке ещё это, как, выписал, ещё антибиотики. Я говорю, выброси, если тебе особо не нужны. Ничего не поможет. Бактериальная болезнь, спасение. Ну, как нет? И вдруг кто-то, сидят, обыкновенные обыватели, перед каждым там, кого вишня, перед ним. Даже, у двоих даже видел абрикосы продавали, вёдрами. По ведру по два. Вот. И тут же кто-то, я этого не знаю, так приезжала же комиссия и сказала, грибы виноваты. То, что уничтожены яблони, как лаз, и сейчас где-то они ещё, ну, держатся последние, которые привиты А, на Сибирке, и Б, они подходили с этим, с теми же пилами и секаторами. И кто-то же нашёлся грамотный, который знает больше меня. Ну, комиссия же приезжала, смотрела. Может быть, это все эти годы я вопил. Почему наука проходит? Почему они не знают? Почему, когда, это трагедия, когда сотни тысяч яблонь, шикарнейших, мы лучшие в стране. И, может быть, это было 10 лет назад, 9, 8, опять лучше. Мы лучше были. У нас идёт уничтожение, идёт уничтожение. Вот. И я говорил везде и всюду, и это, приезжал же ко мне телевидение с Москвой же, как этот, телеканал «Культура». Вот. А так, что, Кемерово, Красноярск, Шушинское, Абакат приезжали. Я всё твердил, долблю, 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 долблю. Это, грибная болезнь, это не это, не причина, это следствие. Спираль дерева болеет, начинает умирать, на мёртвую ткань набрасывается грибы, на мёртвую. Может быть, достучался до Москвы, может быть, всё-таки, но когда люди не знают, что сказать, они не знают, что такое гистохимия. Я знаю, они не знают, потому что, что может человек взять, приехать с Москвы, что он увидит. Вот с Красноярска можно было, да толку-то стало. Грибы наши оказываются патогенные. Это значит, что они жрут живую ткань. Сказки, дурь. Если бы мы знали, хотя бы мы знали, что есть один человек на всей планете, который говорит, нету в Сибири, где этих патогенных грибов, нету. Причины бактериальные. Сюда бактерии предприняли бы эту версию, и тогда бы последовали уже на самом высоком уровне что? Запрет. Никаких этих южных саженцев. Всё равно все умрут. Среди деньги миллиардами, миллиардами, миллиардами со всей страны, со всей Сибири деньги выкачивают. А люди несчастные, которые, ну, хоть всё-таки своё яблочко, детям бы оставить. И опять мёртвые, и опять мёртвые. И так миллионы, миллионы, миллионы. Вот. После сбора урожая. Вот делать вот это всё, купить, опять закупить, опять закупить, опять закупить. Вот. А вот это всё предназначено для Европы. Вот это, вот это. А вот это Сергей, смотрите. Вот. А какие он вырастил грядки? Ой, какой ужас, сколько там абрикосов в жизни продаж. Везде, да? Это моё уже. Ну и вот так же продолжается. Это я всегда вставки делал. А статья продолжается. Ветки вырезайте на кольцо. Вот это. Сколько раз я уже про это говорил. Среды замазывайте садовой краской или варом. Замазанная среда не дадут веру заболеть. Как не дадут. Тут уже среза нет, 40 градусов выдерживает. Срез не выдерживает даже минус 1. Ну, краской замазал. Краска, она что? Утеплитель? Садовый вар, что мороз держит? А что значит заболеть? Там, где рана, так, там, где рана, там, попадая мороз в утро, он пережигает, умертвляет сосуды. Вот такая рана, допустим, видите, это считается неправильный пенек, номер один. Это они считают. Я считаю, что он в такой раз правильно. Здесь рана минимальная. А вот это самая большая рана. Вот. Оно может сразу убить дерево. А вот это якобы правильно. Видите, третий. Наплывчик. Некоторые видели, как они якобы зарастают. А я 40 лет прожил здесь. И видел их сотни, если не тысячи. Вот. Нагляделся в чужих садах. Ни одна не заросла. А почему пишут правильно? Ну, если вот это, может быть, за один год умрет, а это, может быть, за два года. От этого легче. То есть, это здесь маленько сосудов мороз не достанет. То есть, вот это неправильно, вот это неправильно, а вот это относительно правильно. Вот. И все наоборот. А люди об этом знают. Ведь и хочет убивать деревья. Вот это. А я сколько таких показал. Это наука убивать дерево. Да ты вообще тогда не режь. Просто не режь. Это, конечно, я вам показываю вот эту страшную вещь. Видите? Вот почему валят на это, на грибы. Да, дерево умирает, древесина погибла. А потом есть такой гриб, ну, по-латинскому слову я в жизни не запомню. А по простонародию черный рак. И вот это вот называют причиной гибели дерева. Дульсобасия. Причина бактерий. Одна фотография. Вторая фотография. Третья фотография. У меня их сотни. Видите? Вот. Тут можно связать с раной сюда. Я же говорю, не надо резать ничего. А вот это вот я специально покажу и на этом закончу. Это та поливкина, которая уже 2 миллиона 159 тысяч людей показала, как правильно надо сделать рану. То есть вот это правильно рану. Вы знаете, дерево даже и не заметит ее. Представляете? 2 миллиона. А нас через неделю сколько будет просмотров? 3400. Третья фотография. 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 Продолжение следует...